В минувшую субботу в Актюбе состоялся форум директоров школ западных регионов нашей страны. В рамках работы диалоговой площадки участникам рассказали об итогах контрольных мониторинговых мероприятий в сфере образования и планах на текущий год. В интерактивной сессии принял участие министр просвещения Ганни Бесимбаев. Более 1200 директоров государственных школ, руководители отделов и управления образования Актюбинской, Западноказахстанской, Мангистаусской, Атраусской областей собрались на форуме «Управление современной школой. Тренды и будущее». По поручению главы государства для улучшения качества образования работа проводится в нескольких направлениях. Во-первых, реализуется проект «Комфортная школа». Особое внимание и поддержка уделяется сельским учебным заведениям. Улучшается их материально-техническая база. Кроме того, для повышения уровня учителей совершенствуется кадровая политика. Стоит отметить, что кроме материальной базы важен качественный менеджмент в школах. Этой теме и посвящен данный форум. Директоры школ должны понимать, что управление и внедрение современных технологий и трендов на сегодняшний день – залог качественного образования. На первом этапе мероприятия присутствующим показали презентацию школ, где были реализованы программы по реализации поручений главы государства. Также была представлена статистика по материально-технической базе уровню квалификации педагогического состава нарушений по каждой области. В ходе мониторинга были выявлены несоответствия к квалификациям педагогов, которые не повышали свой уровень каждые пять лет. Таких нарушений выявлено в Ахтюбинской области – 19, Западноказахстанской – 6. Министр просвещения Гани Бесимбаев в ходе сессии остановился на пяти основных направлениях дальнейшего повышения качества образования. Это укрепление менеджмента и формирование кадрового резерва руководителей, совершенствование подходов подготовки и переподготовки педагогов, обновление учебных программ, комплексное улучшение инфраструктуры, трансформация национальной системы оценки качества. Особое внимание уделяется повышению кадрового потенциала. По поручению главы государства для отбора и подготовки сильных менеджеров, готовых к управлению в быстро изменяющихся условиях, стартовал проект с тысячей лидеров изменений в образовании. По итогам всех пяти этапов отбора в республиканский кадровый резерв вошли 208 кандидатов. Наряду с этим кардинально трансформируется система профессионального развития педагогов. В целях стимулирования действующие опытные топ-менеджеры будут направляться на 3-6-месячные стажировки за рубеж по программе «Булашак». Меры по поддержке педагогов будут продолжены. С этого года будет присмотрена система поощрения работников образования, а также заработная плата руководителей организации образования и их совместителей. Далее встреча продолжилась в формате открытого микрофона. Глава ведомства ответил на все интересующие присутствующих вопросы. И их было немало, в том числе о заработной плате и категориях педагогов. Также был задан вопрос касательно безопасности в школах, требований к охране и видеонаблюдению. Мы говорим, что безопасность в школах в приоритете, при этом ни условия, ни оплата не поменялись. В большинстве районов охранниками работают те же бабушки и дедушки. Потому что за зарплату 85 тысяч мужчины, способные нормально работать, трудиться не хотят. А нанимать охранную службу может позволить не каждая школа. Также хочу предложить ввести стандарт на хранение видеозаписей с камер наблюдения, чтобы они не удалялись каждую неделю или день. В течение дня участники форума обменивались опытом и получали знания по повышению качества образования, а также участвовали в тренингах по управленческим компетенциям менеджера, развитию кадрового потенциала, принимаемым НПА и важным приоритетом в сфере образования. Напомним, ранее министр проводил встречи с директорами школ городов Астана и Алматы, Туркистанская, Алматинская, Житусу, Акмолинская, Павлодарская, Кустанайская, Североказахстанской, Абай, Лутау, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей. Встречи продолжатся и в остальных регионах страны. Зарина Утба, Жанадиль Сагеев, Телеканал Актубе.